Доброе утро! В эфире новости в студии Елена Самарина. Строители завершили монтаж одного пролета моста на проспекте Ленина в Барнауле. На этой неделе рабочие смонтировали пролет путепровода из 25 железобетонных балок со стороны Дома Быта. Также приступили к монтажу частей первой опоры и планируют приступить к работам по обустройству будущей дороги. Параллельно с этим продолжаются работы на восьмипролетном путепроводе. На первой и второй опорах строители завершают возведение верхних частей. На третьей опоре ведутся работы по засыпке ростверка и демонтажу частей стоек опоры. На четвертой монтируют опалубку подпорной стенки. Также в планах на месяц начать монтаж пролетов на большом путепроводе. В Алтайском крае 167 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы, сообщает официальный сайт региона. Сумма выплаты, согласно указу президента, составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами. Двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой и дополнительным материальным обеспечением. С учетом этих выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда более 40 тысяч рублей в месяц, уточняют в отделении Социального фонда России по Алтайскому краю. Напомним, что праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет. Звание «Почетный гражданин города Бийска» присвоили генерал-майору милиции в отставке Николаю Шенцеву. Такое решение приняли депутаты городской думы Наукограда. Награду лично вручил глава города Виктор Щегрев. То, что вы сделали, вложили ваш труд в Алтайский край, в принципе, за вашу службу, которую вы несли всю свою жизнь в нашей стране, это очень почетно, мы гордимся вами. Николай Шенцев служил в милиции 19 лет. Одним из первых в крае организовал комсомольский оперативный отряд для раскрытия преступлений. Четыре года работал в должности заместителя начальника управления внутренних дел Алтайского краисполкома. Служил в Афганистане, Таджикистане и на Северном Кавказе. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «За личное мужество» и медалью «За отвагу». После всех достижений Николай Михайлович до сих пор помнит свой первый рабочий день. 1962 года, утром рано, крепкий мороз, и я пришел в милицию. В фуфайке, в сапожках, был на третьем курсе университета. Этот вот почему день запомнил, потому что сильный мороз был, кража была, и мы поехали, раскрыли эту кражу. А машин-то не было, меня в самосвал в кузов бросили, я застыл очень крепко. Вот это я запомнил. В свои 83 года Николай Михайлович делится боевым опытом через литературу. Написал и опубликовал книгу «Три войны генерала Шенцева». Также почетный гражданин Бейска состоит в Совете ветеранов МВД и внутренних войск. Участвует в работе общественных организаций города и края. 26 рябин в памяти о неродившихся малышах высадили в сквере химиков. Таким образом, в краевой столице впервые присоединились к всероссийской акции «Росток памяти». Акция создана для поддержки родителей, потерявших ребенка. В Барнауле ее организовал краевой кризисный центр для женщин. Посадка деревьев – это возможность облегчить боль утраты. Такое символическое действие помогает прожить горе и поддержать друг друга. Может приходить в памятные дни, связанные с малышом, в какие-то счастливые моменты семейные. И это все-таки сегодня такое время про переживания, про какую-то горечь, про потери. Но в то же время это про любовь, это про взаимопомощь, про поддержку. Психологи называют посадку дерева финальной точкой принятия случившегося. Мамам и папам, столкнувшимся с перинатальными потерями, необходимо чтить память о своем ребенке и разделять чувства с другими людьми. Это такой очень личный момент, очень такой глубокий для меня. Это связано с моими переживаниями. И знаете, это как память о моих неродившихся детях. И для меня это очень важно и ценно, что эти деревца будут здесь, и я смогу приходить, смотреть. К этому часу пока все, не переключайтесь.